В Национальной полиции Украины появился Департамент защиты интересов общества и государства. Как сообщает Центр противодействия коррупции, информация о его структуре, количественном составе, функциях и полномочиях является якобы служебной, поэтому засекреченной от общества. На вопрос ЦПК в нацполиции ответили, что в ее составе создано новое подразделение – Департамент защиты интересов общества и государства. Ни его функции, ни полномочия, ни структура не раскрываются. В ответе указали, что сведения о структуре, общей численности, задачах и функциях департамента являются служебной информацией. По словам председателя правления ЦПК Виталия Шабунина, под интересами общества и государства может быть все, что угодно Авакову. Он предполагает, что полиция решила продолжить заниматься давлением на бизнес и экономику, но уже без Департамента защиты экономики, на ликвидации которого так пиарились, а с помощью нового подразделения. По данным ЦПК, новый департамент унаследовал функции экономического, но будет покрываться за ширмой служебной информации. Напомним, в начале сентября прошлого года Кабинет министров Украины расформировал Департамент защиты экономики нацполиции. В ЦПК заявляют, что это было сделано с громкими заявлениями о том, что полиция не должна вмешиваться в деятельность бизнеса. Зато в Украине уже не первый год говорят и даже разрабатывают законопроекты о едином органе, который бы занимался экономическими расследованиями. Во время ликвидации Департамента экономики министр внутренних дел Арсен Аваков также отметил, что время идет вперед, поэтому есть необходимость создания такого органа, говорится в сообщении. В ЦПК подчеркнули, что за полгода инициатива создания ведомства даже не приблизилась к реализации. Как нам, гражданам, узнать, что такое интересы общества и государства? Это может быть все, что угодно Авакову, поэтому вполне вероятно, что полиция решила продолжить заниматься давлением на бизнес и экономику, но уже без Департамента защиты экономики, в ликвидации которого так пиарились, а с помощью нового подразделения. По нашей информации, этот департамент унаследовал функции экономического, но покрывается за ширмой служебной информации, комментирует ситуацию председатель правления ЦПК Виталий Шабунин. В ЦПК добавили, что президент Украины Владимир Зеленский и представители его команды неоднократно требовали создать новый независимый орган экономической безопасности. Президент подавал законопроект и потребовал принятия его до 2020 года.